крысолов по-моему здесь живет сейчас проверю нам нужны ловушки сейчас перематаю время если он здесь он обычно здесь торгует ожидание вот он так сделаем нам ловушки ловушки для гарпий 7 штук надо нам до серебряная руда нужно еще четыре штуки так а вот и серебряную руду нам не продашь факел купил рецепт чертов гриф бомба образует облако отравляющего газа чертеж бешенства противники сражаются друг с другом интересная такая вещь ловушка ранит осколками так деньги закончились так значит ты серебряную руду не продаешь кто же ее продает кто-то из кузнецов вот тебе покой вот тебе кузнецы были еще там где-то здесь были еще кузнецы которые то нам и нужны сейчас нужно у них проверить серебряной руды не хватает нам железная руда улучшение меча кровотечение плюс 8 у серебряная руда есть сколько она стоит еще нужно две штуки еще где-то серебряную руду нам нужно найти ну где эту дверь куда ведет она закрыта так сейчас дадим тогда задание филиппи а и пойдем убивать ловушками гарпи только нам нужно еще руду найти где-то так нам сюда привет нет еще на перепутала Вот сюда. И ещё две ловушки на гардер. Так, сколько у меня всего там? Так, нам нужно ещё две где-то найти. Только где? Кто ещё нам продаст серебряную руду? Пусть лучше меня бешеные собаки мутно искусают, чем такое... Так-так-так-так-так-так... У тебя нету? Серебряные руды для нас. Нет, что можно тебе продать? Где Филипп Эльхард вообще живёт? Шопперев здесь. Таинственный торговец. Который не разговаривает, да, с нами? Филиция Кория. Она не продаёт, по-моему. Не продаёт. Руду. Она травами торгует. Если вдруг что, мы будем к ней приходить, покупать срочно, если какие-то нужные ингредиенты. Что-то было бы зрелище. О, ещё один путешественник. А откуда? Молчи, я угадаю. Хм... Истемерие. Я только хотела сказать. И что привело тебя в Верген? Подожди, я сама скажу. По делам. Я так и думала. А по профессии ты... Ведьмак. Ну и ну... Не часто к нам забредают ведьмаки. А... А что это вообще за ремесло? Мы решаем проблемы. Ух ты! У меня как раз проблема с моим парнем. И нашла его внутренности намотанными на забор, а голова лежала отдельно от тела? Ведьмаки решают только такие проблемы. Покажи, что ты продаёшь. Это у неё веснушки или какие-то следы? Или какая-то пигментация на лице? Забавная девушка. Простая. Как баналист. Может быть, вот и я тебя нашёл. Что нам отдал? Даже нам не сказали, что мы нашли. Что получили? Торговец? Или просто болтун? Просто болтун, похоже. Кто нам ещё что-нибудь продаст? Где мне ещё серебряную руду найти вообще без понятия? Подскажи-ка. Удачи. 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 Не знаю. Что-то такой дефицит этой серебряной руды. Удачи. Удачи. Кто здесь живёт? Может, тайник серебряной руды найдём? Было бы хорошо. О, эльф какой-то. А, это вот здесь они охраняют нас. Да, да, да. Здравствуй. Приветствую. Мы перегружены. Это, не знаю, район какой-то, где живут эльфы. Похоже на то. А, это же наш старый друг Йорвет. Пламенный привет. Ты никому здесь не нужен. Или я ошибаюсь. Или это не Йорвет. Ты никому здесь не нужен. Или это не Йорвет. Или это Йорвет. Тогда я погашу ваши котёлки. Раз вы говорите, что мы не нужны здесь. Привет тебе. Первый раз видим его без маски. Как думаешь, где может быть лето? Есть новости о лето? Он где-то здесь, по ту сторону мглы. Я чувствую это. Почему ты сражаешься за Саски? Расскажи мне о Тхойне, ради которой Скайтаэль готовы пойти в бой. Саски? Она не Тхойне. Она не такая, как другие. Да ты сам видел. Что я буду тебе объяснять? Она борется за долину Понтера для краснолюдов, эльфов и людей. Мне казалось, людей ты ненавидишь. Я простой солдат, но я не идиот. Это лучшее, на что мы можем сейчас рассчитывать. Лучше, чем долина цветов. Я знал одного Скайта Элия и Вина. Я встречал еще одного Скайтаэльского командира. А, ты о Яйвине? Я знал его. Он пытался забить мне голову своими прекрасными мечтами. Говорят, тебе тоже. Ты много обо мне знаешь. Я стараюсь знать как можно больше. Обо всех. Я ведьмак и всегда сохраняю нейтралитет. Тогда я не встал на его сторону. Может быть, так и надо. Я встала. Главное, не задумываться, что было бы, если бы мы поступили иначе. Я стараюсь этого не делать. Думать о последствиях надо до того, как примешь решение, а не после. Сейчас мы стоим по одну сторону. Все меняется. Сейчас у меня другие цели и другие союзники. Я не приносила сохранения, как вы помните. Я выбрала в сторону Яйвина. А это без сохраненки, поэтому он нам сказал, что он выбрал... Что он не выбирал в сторону Яйвина, а поддерживал нейтралитет. Как он мог поддерживать нейтралитет, если обязательно нужно кого-то выбрать? Значит, он выбрал Красную Розу. Может быть, Роше где-то с той стороны мглы. Значит, я наконец-то его достану. Во Флотзаме у меня это почти получилось. Много таких, как он, врагов. А где поменьше, они стали ответом на наши акции во время войн с Нильфгардом. В такие подразделения набирают людей, которым нечего терять. Их убеждают, что они действуют ради высшего блага. Обещают сладкую месть. Постепенно они теряют остатки сострадания. Убивают по приказу, без колебаний. То же происходит и с обычными солдатами. Только эти, из особых отрядов, получают от охоты на эльфов удовольствие. Это замкнутый круг. Эльфы редко меняют мнение. Мы не умеем метаться между решениями, в отличие от вас. Однажды мы сделали выбор, и теперь пожинаем его плоды. Это глупость. Если он всё понимает и продолжает... ...бессмысленно идти... ...к опасностям. Если только он для будущего других эльфов, когда его уже не станет. Если только для этого что-то может измениться. Давно ты за ним охотишься? С тех пор, как он стал командиром синих полосок. Во время первой своей операции он вырезал один отряд в моём подчинении. Всех до последнего. Он застал меня врасплох первый и последний раз. С тех пор я стал гораздо осторожней. Ты поклялся отомсить ему? Этот ублюдок может и нам помочь. Ну, Сиба слог. Мы так не думаем. У нас с ним нету таких счётов старых, как у него. Но могли бы быть, если бы он несправедливо нас заточил в темницу. Хотя Геральта нету свойства мстить. Он просто по справедливости действует. Принимает какое-то решение. Как требует его кредо души. Значит, это очень личное дело. Месть, как в песнях Лютика. Этого требует безопасность Скаетаэлей. Из первых командиров таких отрядов остался в живых только Роше. Я заметил, что тебе не хватает как раз герба Тимерии. Для коллекции. Нужно завершать дела, которые начал. Ты был в Долине Цветов? Долблатанна. Это вассальная земля императора Нильфгарда. Её называют государством свободных эльфов, но с Каетаэлем туда входа нет. Это был ещё один болезненный урок. Но свободная долина Понтера всё ещё может изменить. Прошло пять лет с освобождения Долблатанна. За это время туда переселилось больше двух тысяч эльфов. И знаешь, сколько детей родилось с тех пор в Свободном Королевстве? Меньше двух десятков. Это не долина цветов. Это долина бесплодных старцев. Скажи об этом Франциске. Почему ты решил помогать летом? Раньше не было случая поговорить о твоём союзе с Лето. А сейчас самое время. Да, пожалуй. Я не знаю, кто он на самом деле и кому подчиняется. Лето нашёл меня два месяца назад. Он ушёл от облавы в Эйдирни и хотел поработать вместе. Помощь наших разведчиков и наше укрытие в обмен на головы Фольтеста и Хенсельта. Хорошее предложение, если учесть, что мы открыли ему только часть наших секретов. Затем оказалось, что Лето не один. Зерит и Эгон должны были убить Хенсельта с помощью моих воинов. Как ты знаешь, до этого не дошло. Ты бывал в Далении Цветов, поэтому спросили, что Филиппе делает Вергене. Что здесь нужно Филиппе? Зачем ей свободный Верген? Она чародейка. А все чародейки обожают вмешиваться в политику. Каждый из них без колебаний пожертвует чужой жизнью, лишь бы воплотить свои планы. Довольно предвзятый взгляд. Всякое, каждое. В жизни гораздо больше цветов, чем чёрный и белый. Точнее, больше оттенков серого. А что до магов, у меня нет никаких иллюзий на их счёт. Ты знаешь, что сделала с эльфской молодёжью королева Долины Цветов? Эннет Англианна, известная также как Францеско Финдобаир, чародейка. В обмен на создание королевства эльфов в Долблатанна она отправила Скаетаэлей на бойню. Они должны были ударить в тыл врагов Нильфгаарда. Был шанс остановиться. Она могла выступить против Императора, могла отозвать белок и защитить с их помощью Долину Цветов. Почему она этого не сделала? Ради каких-то высших целей. И так хотел Нильфгаардский Император. Поэтому после окончания войны мы оказались бандитами. Поэтому эльфы гибнут, а наших детей убивают такие, как Роше. И поэтому я не верю Филиппе Эйльхарт. Каждое всякое очень предвзятое мнение, столкнувшись с каким-то препятствием или разочарованием в жизни, человек склонен закрываться к чему-то новому, если касается идти через путь. Похожих ему людей, что, по его мнению, более вероятно, они поведут себя так же. Но это предвзятое мнение, опять же повторюсь, просто страдающая душа закрывается, и закрытость, она не приводит, не приводит ничего нового к человеку. И пытаясь себя защитить в таком состоянии, он еще больше нагнетает какие-то другие ситуации, потому что это своего рода борьба, зацикленность на том, чтобы отталкивать себя. то, в чем человек, эльф или еще кто-то потерпел неудачу. Кто предал его доверие, если можно так объяснять. То есть, он разочаровался когда-то в чародейке или в магии, связанной с каким-то человеком. Не в плане личного какого-то интереса, а со стороны наблюдал за этим. После этого сделал такой вывод, как часто делают люди по поводу всего. Ты веришь, что вы отбросите Хенсельта? Нет. То есть? Никакие увертки краснолюдов тут не помогут. Мы не остановим каэдвенцев. Их просто слишком много. Что ты собираешься делать? Увидишь. Одно могу обещать. Я не нарушу данного слова. Пока что все. Мы с ним поговорили. Мобиль перегружен. Нужно кому-то все продать. Может быть, здесь эльфы тоже торгуют чем-то. Думаю, куда это вышли. Что это из-за места такое? Это темница, что ли? Что-то непонятное. Еще одна шахта, в которую нам пока идти не нужно. С другой стороны мы вышли. Есть потайной проход сюда. Интересно. Нет, я здесь не была еще. Но мы далеко не убежим. А, мы вышли к реке. Какие-то эльфы. Или это разбойники? Поговорить можно с ними. Красивое место. Вы кто? Ну что, ведьмак? Вот ты и взялся, наконец, за людей. Давно уже. Просто широкой публике о таких вещах знать незачем. Про смерть Фольтес-то каждый слышал. Кстати, знаешь, что за твою голову назначили награду? Знаю. Маловато, мне кажется. Учитывая риски. Для нас достаточно, ведьмак. Оружие, сведения, провизия все же денег стоят. Тебя прислал Йорвит? Йорвит об этом никогда не узнает. Они нас убить хотят. Так, меня убили. Так, я не подзаправлялась эликсирами. Ну и мы сейчас исправим... Эту ситуацию что-нибудь выпьем. Пойдем с теми бандитами разберемся, разушимая. Обратили на них внимание? Что-то масло у тебя для меча есть. Сейчас разберемся. Освещаю территорию около места. Пока это не нужно. Ловушки для Габи тоже не дай их потрачу. Такое нужно. Перематываю разговор. Виноградия на вас не спасет. Мимо. Надо защитить себя. Укрепленный боец. Облушить. Так, укрытие. Не выделывайтесь! Живьем он нам не нужен! Так. Он не один что ли? Отчеты? Не пробивной какой, а? Надо защиту включать. А с кем ты разговариваешь? Блин, нам нужна защита. Куда он делся-то? Куда он делся-то? Только что здесь был. Просто исчез. Меч синий гор. Получилось, что я тебя нашел. Если вслух. Разыскивается. Вот, розыскная грамота. Еще одна. У них тоже такая же. Чтобы нас убить. Там уже туман рассеивается. Что такое? Травы. Там берег реки. На колоде. Сюда можно перейти на ту сторону. Ух ты. Какое мы место красивое нашли. Это задание, наверное, еще. Пригодится. А, тут эти. У гарпиш, что ли. Гнезда. А почему вы по мне отобьете? Я вам помогаю. А еще и мне попало. Ну, супер. Он меня с ног сбивает. Давай, атакуй его. Я буду его бить пока. Сам сейчас в колбасу превратишься. Рубленую. Подождем пока. Либо мы, либо гарпи его рубят. Ух ты, сволочь такая. Блин. Какой резвый. Осталась гарпиа. Еще одна. Ну, у нее нет защиты. Как у этого. У них здесь гнезда, что ли, еще. Сейчас сберемся. Оронов нашли. 59. Для находки это, кстати, нормально такая сумма. Просто кошелек с 60 оронами найти. Геря, да ты везучий. Сейчас жизнь восстановится немножечко. Мне нужно песни запеть. Да, блин. Убили меня. Я даже не сохранилась. Полезал, Ветя.